Начну с беспорядков, которые были возле Верховной Рады 14 октября. События под Верховной Радой 14 октября я квалифицирую как ничем не спровоцированные действия радикальных сил, направленные на то, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны. Исходя из этого, ни дело никаких поблажек, ни на какие патриотические чувства, ни на какие майдановские братства. МВД занимает жесткую позицию пресекать такого рода беспорядки и наказать виновных. Вы видите эти кадры из оперативной съемки. Я думаю, что стоит их посмотреть одну минуту, потому что после этого я буду говорить о тех фигурантах, которые на этих кадрах находятся, и о тех мирах, которые приняли в отношении этого. По итогам этих беспорядков, в результате которых было сорвано заседание Верховного Совета, в результате которых... Вот красавчик в зеленой майке, обратите внимание. 30 минут назад задержан, я скажу об этом позже. В результате этих беспорядков Верховной Раде было сорвано заседание Верховного Совета. В результате 50 тысяч человек, военнослужащих, находящихся в зоне антитеррористической операции, не смогли, не могут на этот момент принять участие в выборах Верховный Совет. Сегодня с утра имеет место обращение военнослужащих, органов вооруженных сил, МВД, главе Верховного Совета, к президенту Украины с тем, чтобы созвать мне очередную сессию, для того, чтобы дать возможность тем патриотам, которые находятся на фронте, проголосовать. И я спрашиваю вас, кто настоящий патриот? Тот, кто на фронте, или те, кто тут машет цепями? И к этим лже-патриотам у меня нет другого действия, как жесткого противления этим бандитам. Заседание Верховной Рады состоится в понедельник, на котором будет рассматриваться один вопрос, изменение законодательства, сделать все, чтобы военнослужащие смогли проголосовать. По итогам этих нарушений, этих возмущений и беспорядков, которые были под Верховной Радой, всего задержано, даю точные цифры, 43 человека. Из них 12 человек арестованы, по 17 составлены админпротоколы о нарушениях, 14 человек отпущены в связи с отсутствием доказательств. Обращаю ваше внимание на эту последнюю фразу, в связи с отсутствием доказательств. Мы находимся в той ситуации и в том положении вещей, когда милиция больше никогда не будет фальсифицировать доказательства и факты причастности для того, чтобы отбелить честь мундира или доказать свое. Поэтому, коли формальных доказательств не оказалось, коли прямых улик не оказалось, люди, задержанные в толпе и в драке, были отпущены. Сегодня утром задержали двоих граждан, достаточно известных. Я, пожалуй, скажу, потому что есть уже решение о аресте этих граждан. Один из них – молодой человек, житель Житомира, который вот на видео и фото, покажите фото, где этот молодой человек машет цепи в зеленой майке. Захарчук Виктор Александрович, уроженец Новгород-Волынского, 96-го года рождения, красивый молодой человек в вышиванке. Отец его, наверное, тоже замечательный человек, Захарчук Александр Викторович, кандидат в народные депутаты по мажоритарному выручиму округу 65 от партии «Свобода». А сын, который называется патриотом, приходит под Верховную Раду цепью, вот такой, какая тут находится, такую же цепь, это те, которые были отобраны непосредственно возле Верховной Рады, такую же цепь сегодня, вот он на съемке, такую же цепь сегодня изъяли при опусках у этого лжепатриота, значит, просто для того, чтобы куражиться под флагами свободы, которая, впрочем, заявляет, что не причастна ко всем этим акциям. А каждому из вас суждено судить об этом, кто причастен, кто не причастен, а органам следствия и суду установить факты по уликам. Сегодня этот гражданин Захарчук задержан. Кроме того, сегодня утром решением суда задержан Александр Витальевич Вахний. Он называет себя Олег Вахний, который на ряде кадров документированных жестко избивал дубинкой стоящих в передней цепи сотрудников оцепления, касающихся этих же событий возле Верховной Рады. Отмечу, что в оцеплении находились как сотрудники специального батальона «Киев-1», имеющего опыт боевых действий, сотрудники милиции, специальных подразделений, а также курсанты. Когда начали бросать дымовые шашки и взрыв-пакеты, когда начали бросать камни, нам было принято решение курсантов оттуда вывезти, дабы не провоцировать травмы. Обращаю ваше внимание на разницу между этими событиями и событиями, которые были, например, возле администрации президента 1 декабря прошлого года. Разница небольшая в кавычках и существенная. Она заключается в том, что в ответ милиция не применяла неадекватного реагирования. Ни среди других протестующих, ни среди журналистов нет ни одного избитого или обратившегося с человека, который обратился в связи с травмами или с чем-то иным. В этом, пожалуй, разница. Но я хочу, чтобы вы увидели и другую разницу. И там, и там действовали радикалы. В одном случае радикалы были поддержаны общественным мнением и какой-то целесообразностью протеста. А в ситуации с 14 октября я хочу спросить, каковы причины? Почему нужно было прийти в Верховную Раду и устроить то, что устроили? Потому что Верховная Рада не голосовала? В Верховной Раде этот день сегодня был один из самых продуктивных за время заседания этой Рады. Закон о прокуратуре, закон о увеличении ответственности за подкуп избирателей, три закона по антикоррупционному бюро, закон об открытии информации про владельцев компаний. В этот день голосовалось все. Поэтому те, кто пришли под Раду, думали не о том, чтобы законодательный орган стимулировать. Они думали о том, чтобы или стимулировать собственное эго, выпускать свои низвенные чувства и драться, либо отрабатывали заказ, что вероятнее всего, неких политических сил, которые утратили политическое влияние и таким грязным способом пытались его вернуть назад. Министерство внутренних дел вместе с другими спецслужбами Украины располагает оперативной информацией о ходе подготовки этих беспорядков до беспорядков, в момент беспорядков и после. беспорядков. Мы располагаем информацию, которая не вся будет сегодня оглашена, а часть информации будет оглашена в зале суда, а часть, видимо, будет содержаться непосредственно в судебных решениях. Вместе с тем, я хочу сказать, что для тех, всех, кто призывает идти освобождать патриотов незаконно задержанных, приходите, мы всех ждем, и всякий, кто придет вот такими методами освобождать этих бандитов, будет жестко встречен и лишен свободы, и предан суду. Это жесткая оппозиция. Твердость наших наберений отстоять порядок в Киеве настолько же высока, насколько высоки мотивы для тех патриотов, которые из спецбатайонов МВД вооруженных сил находятся на передовой, когда сражаются с российскими агрессорами. Потому что то, что было в Киеве, это такая же агрессия против страны, как и агрессия на границах с Российской Федерацией. Я именно так это квалифицирую. Именно так будет продиктована наша ответная реакция. Именно такими мотивами. Могу сказать, что в отношении ряда особ продолжаются оперативные действия. И полагаю, что список задержанных по итогам этой спровоцированной акции не будет исчерпан теми 12 арестованными. Еще ряд оперативных мероприятий идет. Я уже сказал, что одной из причин такого рода вакханалии под Верховной Радой является стимулированием ряда партий своей политической позиции. Таким образом, хотели юристировать свою политическую позицию. Это связано с выборами, которые приближаются. В связи с выборами у нас активизировались и ряд других явлений негативного свойства. Это прежде всего нарушение избирательных прав, это прежде всего подкуп избирателей. И в этой связи Министерство внутренних дел внесло на Кабинет министров, Кабинет министров рассмотрел, внес изменения и внес в соответствующий законопроект Верховную Раду о усилении ответственности за подкуп избирателей и нарушение избирательных прав. Этот законопроект стал законом именно на заседании 14 октября. Здесь на слайдах вы можете увидеть основные изменения в выборном законодательстве, которые ужесточают ответственность за подкуп избирателей, за нарушения, связанные с нарушением избирательных прав. Подделку протоколов, покупку голосов и отмечу, что теперь не только отвечает тот, кто покупает голос избирателя, но ответственен и тот, кто продает голоса. Это не является какой-то новеллой, репрессивным аппаратом, репрессивной нормой. Эта норма является абсолютно понятной нормой европейского свойства, аналогичной нормой присутствия в законодательствах Германии, Австрии, Швейцарии. При доказанных действиях по подкупу избирателей по таким нарушениям предполагается, что максимальное нарушение будет заключение под стражу от 5 до 8 лет по решению суда. Минимальным нарушением, минимальным наказанием будет штраф в районе от 1,7 до 5,1 гривен. Отмечу, что в последнее время у нас просто лавина дел, которые возбуждает Министерство внутренних дел по факту подкупа избирателей. Кратко проинформирую. По штанню на 16 октября органам внутренних дел зарегистрировано 121 преступление, связанное с нарушениями избирательного законодательства. Наибольшее количество отмечается в Запорожской области 14, Одесской 12, Харьковской и Черниговской по 11, в Киеве и Киевской области 12. По ряду дел мы собрали полностью материалы, установили все улики и передали эти дела в суд. Мы ожидаем решений в ближайшие дни. По ряду дел проверка показала несостоятельность обвинений. И это тоже нормальный процесс, об этом не надо стыдиться говорить. Вчера мы закончили проверку, например, в отношении дебата Москаленко по 96 округу, где у нас было зарегистрировано заявление и приведены факты нарушения в этом округе. Не подтвердились. В Одесской области расследуется дело, начатое по нескольким обращениям граждан в связи с тем, что избирателями предлагались деньги и продукты питания представителями кандидата известного в народной дебаты Кивалова. В Кировоградской области один известный киевский депутат очень активен. Черниговская область начато два уголовных дела, это просто с утра мне дали свежую информацию. Харьковская область, Дмитрий Добкин, Скоробогач и ряд других персонажей. В отношении этих всех господ мы будем давать публичную информацию и дела эти по факту подкупов продуктовых наборов, денег и прочее будут передаваться суды очень оперативно. Рассчитываю, что юридическая и судебная практика будет таковой, что этот закон, который проголосован Верховной Радой и наши усилия не будут сотрясанием воздуха, а будут тем, что будет влиять на воле извлений людей, что будет способствовать честным выборам. Пожалуй, это вся информация, которую я хочу сегодня дать. У нас будет отдельный брифинг в МВД через два-три рабочих дня, посвященные вопросам люстрации и нами будет принято соответствующее решение по процедуре, которая сегодня утверждена Кабинетом Министров Украины в первые половины дня. Свои посты в Министерстве внутренних дел в аппарате и на местах покинут несколько десятков высших офицеров и будут назначены соответствующие проверки в соответствии с законом иллюстрации по всем тем работникам МВД, которые могли быть причастны, причастны или участвовали в событиях, связанных с преследованием с октября по февраль, с октября прошлого года по февраль текущего года в связи с событиями вокруг революции Египности. Редактор субтитров А.Семкин